До занятия на УКИЛОМ мы держали в хозяйстве 20-25% в нашем районе под парами и выглядели на фоне района примерно в золотой скрепине по сбору урожая на гектар. При переходе на УКИЛОМ, пары, конечно, тут сама система их исключает, и в этом году, допустим, получили 54, как соответствующее хозяйство, 53 получили лошадицы по чистому бару. Мы увеличили круг выращиваемых культур, перешли 50% сделанного назима, 50% яровых, подсолнечник, в прошлый год подсолнечник у нас шел, где ограна не было до 20 центров, на тех местах, где раньше было на колхозных картах, написано запрещено выращивать подсолнечник. Это позволило нам увеличить производительность пруда. Мы вчера с Ансаныч Петрову и Надей нам рассказывали, что у нас 5 миллионов на человека выработка. У нас до 6 миллионов на человека выработка без полива. Нам позволило увеличить заработки, уплату, увеличить арендную уплату. Земля арендованная с собственников с 3 тонн до 4 тонн, на 5-5 гектара арендная плата увеличилась. Рентабельность хозяйства, я считаю, увеличилась, потому что у нас меньше стало затрат, но в прошлый год в районе по всем культурам в районе 50% рентабельность составила. Хотя там и на странности, в прошлом году с гектара в районе получали с башни 32,6, а у нас 43, на тонну 200 мы получили с гектара. Выходы продукции больше. В этом году у нас зерновые колоссовые аренды урожайность в районе 38, мы специально так делали, чтобы мы вышли впереди. Так получилось у нас 48, почему-то получилось, уважаемость. Ну, удобрение там, конечно, мы затрачиваем. 130 килограмм, больше у нас не особо, 130 килограмм 10, почему мы здесь впереди, но думаю, что она на хректар. Нам проезжали в этом году с Академией наук, в общем, на 8 неделя Российской Федерации, в той же самой академии. Мы делали шурфей, я очень этого боялся. На Константиновку показывали пальцем, он видит, что она зерновалась, скажет, мужики, ну и вспомните, 20 лет назад. Там, где я, весь адекват, порог, было вообще в Константиновке не засея. Там огромный был разбор, там, ну, какие-то свои сходят дела. Солонцы, это же не означает, вы же не говорите, почему там у нас всем известный каракутал Расплана Мирович, у нас холдинг в районе, по классической технологии, где там 20 центров уходило. Вы же не говорите, что эта технология плохая. Это же, наверное, ошибки технологии. И я должен, за порой я рассказал вопрос, ответил, да? Достаточно понятно, за порой, что это производительность увеличивается людей, мы несколько родили. Когда расставшись освободившееся время, мы занимаемся строительством. У нас на работу молодых в основном очередь, доставка кадров неиспыты, 25-30% тракторного парка продали. Все пошли, стоит, продается металлом. У нас одна сеялка в Беркине, которая управит на все 100% всей серии всех хозяйственных культур, на любую глубину, на любую ширину, на любое количество высеваемых. Также в начале, сейчас начнем, с карта сеять, будем высевать 4 миллиона, а после первого, там, третьего, пятого числа будет 3,5 миллиона высеваться. Уменьшили высев, всходы у нас, получается, одновременно за день везде, если здесь стоим, что контакт с почвой лучше. Мы работаем совсем немного, но я и мои мужики, в самом главном вопросе, довольны для технологий. В субботу, в воскресенье все ходят по городу. Ходят на 8 часов на работу, я вам денусь кофе. Выгодные, отпуска, мы свободные люди, неравнеденные, и кто не ходит с белыми зубами, и в мазуте, у нас все чисто, культурно, хватает денег на сух, не стали вырабатывать даже на отпуск, нас не хватает дней. Это плюс, тоже, как бы, немаловарный, развивающийся рынок и труда, клубцам интересно. Мы закупили в этом, мы закупаем уже на варенье. Я скажу немного об АйТи, система свяжения, Максим Семенович, так я сказал, точная земледелие. Вчера Татарстан нас хотел посвятить, что там точно система земледелия. Мы вот это и начали этим заниматься вопросом, но на этот вопрос нет только хозяйственной техники, которая бы выполняла точно эти процессы. У нас в Уиксовске, в Уиксовске, Амазона-опрыскатель, там можно, конечно, ставить всю эту карту данных, урожайность или все такое, но это все делается поверхностно. Мы сейчас работаем не поверхностно удобрениями, а внутри почвенными. Это лихтилайзер, дюкер, построили там хранение для жидких удобрений, сейчас для жидких шейковулок и прочих. Мы много проводим исследования по минеральному питанию, работаем с двумя институтами Ставропольской и Уплоттурой, закладываем достаточно, недостаточно, возможно, сколько успевает, до 30 до 40, всяких исследований по минеральному питанию, и результаты уже у нас выходят нам, определяем, мы своей базисой по нашей сонне. фукурузу ведем, мы исследовали, в основном сейчас идет уклон на отечественные гибриды, которые мы видим, что мы вышли, это же та и вышли. И начинаем уже высевать, исследуем эти шпакровные культуры, курить курс, сейчас, у нас половина площади, вот, шедит субботники, ураб, как говорится, не было несчастья, по-моему, падающий рапс здесь зашел, мы его не убрали, оставили его как покровная культура для пшеницы. Все самое главное, лопата сложения не убивает, почва, которая влагали фасаде, она без покрова, она более суше, более, как бы, менее структурная, чем сейчас, которая находится укрыта вся рапсом, полностью укрыта полечистым рапсом. И вот эта падеж, она, как-то, чувствуется влажно-влажная макость и структурность, мы ее не стали убирать. В час убрали, час убрали. И высели там покровных культур, там, видео исследования по счету, сухого, всяким срезом, и мы эти счеты ждали. Спасибо за внимание, я не останавливаю. Спасибо. Спасибо, Сергей Францевич. Я надеюсь, что аплодисменты, это, как бы, показание поддержки, да, вашего уфта и плаганала. Спасибо. У меня от вас много вопросов, если можно. Вы не называли цифры, проводили вы исследования по содержанию влаги в почве. Интересно, да, мы говорили о правах. Он сейчас научил, какую влагу и прибавку по влаге вам наивлю. Это первый вопрос. А второй, вы упомянули репилайзер, который не самый, скажем, популярный инструмент, да, для вести влаговремя или способ. Можешь ли подробнее об этом рассказать, почему именно к нему пришли и какие результаты? Значит, по влаге у нас до 13% накопление влаги вышло. В осенний период, после зимнего периода, вот, вот, институт наш, СМИС проводил, это есть данные, и я, как я сказал, у меня лопата не выбывает. Нас сейчас, как вчера, проверял, будем сеять с понедельника. К всему удивлению, он всем-всем весь сможет подтвердить. Это работник нашего университета, мы с ними работаем по исследованию. У нас сейчас находится по кукурузе, ПЛАА и по подсолнечникам. Когда сейчас рядом пора, ну, это легко определяется, ее в большом количестве недостаток. Все такое, как и лазер, вопрос, да? Почему именно его и почему именно его? Почему именно него? Ну, потому что вот эти отрастительные остатки, которые оставляем на почте, а потом работать с кассом, мне показалось в том плане, что будет недостаточно проявления его, ну, экономически неэффективно будет. Виктор Корнеевич говорил, когда вступаете в маутил, то на 20-30% нужно расходы азотных удобрений увеличивать. И вот это 20-30% засело с фунг маршру. То есть это проценты, которые засели в лавы, и я начал искать, как выйти с этого положения, чтобы 20-30% работало на меня, на мое хозяйство. И нашел такой аппарат и лазер. Мы когда проверили исследования в опыте по... Вы просто сейчас обалдеете, если я с другой децепт. То тонны, разница наземным методом внесения кассы и внутри почки. Максим Сергеевич, я право. Тонна, в смысле, в урожайности, я правильно? Да. Поэтому мы сейчас застректоточены на нем и будем так же, что и завещаем, проводить все дела, как бы с ним. Ну, все-таки мы раньше коробили все алкоги, помните, все шкабили, не могли признать разбрасыватели. Но разбрасыватели у нас были отставы, они равномерно все это носили в Амазонию. А когда пришли, то есть эти наши романы, а когда пришли Амазонию, то мы, конечно, постепенно и сошли на Амазонию, и знали, что это быстрее эффективнее. Ну, вот как я начал выпуском с того, что у коллектива это эффективно. Он носит на глубину квадратом 25 сантиметров, вот колеса катятся по коже, и такие, у него 6-4, 6-10 сантиметровые, они входят в почву, и происходит впрыск данного вида удобрения. Он может внести от 200 до 500 килограмм на екта. Если мы можем так же же ввести и ЖКУ туда, мы можем ввести количество разбавиц водой, мы можем ввести, сейчас построили этот пункт, растворенный узел и микроэлементы. Ну, в этом плане мы еще ведем исследования и разработки с огранным урситетом. У нас заключен договор. Ну, в начальной стадии мы уже есть плоды своего, то есть плоды ихнего труда, которые мы уже будем брать на вооружение и просто отстать. Спасибо, Степан Степанович. Очень интересное наблюдение, практика. Есть вопросы у присутствующих? Нет? Скажите, вот, Степан Степанович, на какой год у вас, может быть, уменьшилась химическая нагрузка на гектар? Вот поначалу она все-таки высокая, да? И вот Алексей Федорович говорил об этом, о том, что снизили. У вас есть наблюдение по этому поводу? Мне кажется, что я и свое мнение на все. Вы извините, но я не агану. Степан Степанович работает только в том, что я иду третий год, поэтому мы уже не можем сказать. Нет, нет, я не ухожу от вопроса. Вопрос заделся следующий. Меня долго мучила эта тема, науки. Ну, мне, когда проходило занятие, он вот делал добровольно, мне много там не нравилось. Ну, когда на последнем совещании выступил Георгий Ломанович Дорошко и Виктор Королевич третий год, то я, послушав эти выступления, пришел к такому, что все, я начинаю этим заниматься. И прям сразу начал этим заниматься. Почему? Вот счетовывающая жадка, это уже на сорнях. Ну, я шел к этому долго. Вы знаете, чтобы на этих сорнях, мне приходится много по полю ходить. Я просто, проходя к этому вопросу, уже меня там, уже все чисто. Я сейчас даже отработал, снял дорог урожай 42,5, и они поля чистые. Но есть, конечно, где я и почему пожадничал. Система наукир не для жадных. В этом году я подзасалил некоторые обороны, Костром. Хороший гермицин Палас, но он гонишься за ядовыми поздними, теряешь осенние злаковые. И одной отработки, видимо, уже нет. Мы заложили обороны. В этом году, где были уже как клетки проморганные, упущенные, то мы будем работать на этих клетках уже дважды. И уже в этом мы думаем, мы лучше отработаем Паласом. Раньше я был в фазу впущения, а в фазу, когда у нас появятся поздние ярлы, мы отработаем там прямо. Вот. Ну, есть свои, конечно, вот эти вот случаи, в которые бы я немного там был вручал, или с дождатности, быстрее всего я, как бы не посадить почву. Вот наслушался, как говорится, в порнографии, там, зальете, перебьете, там, вы никто не будет, там, вашу пшеницу есть, там, вы торпали с поляком, со всего съезда, у нас трибуни, перед тысячной аудиторией, говорить, что в Константиновке пшеницу не едят, в Константиновке буры не клюют, там, я выхожу сразу, что перед аудиторией, говорю, у меня покупают пшеницы канарейкам, голубям, попугаям, напимок, ясмейнеру, завтрите, ты не долговоришь, ты не себя не пьянь, берут кукулозу, все едят, я держу все, что про живут, и сам ем, и живот, и хорю, все происходит нормально, на что ничего не влияет, вот это меня тормозило, а в общем, в этом плане, конечно, спускаться не надо, и сразу работать там, ну, вот, некоторые говорят, мы еще и не работали, и не думаем не работать, типа, в прошлый год мы в годах отработали осень, плотара килограмма рифа сахар, и любой бысть той, при поле не работали двором агритоксом, и поля стоят чистые, а там провезли же редьку, а побоялся редьку, Багарьевич, и он на Хлоде, и отработал, а тут запустил, редька, это будет покровная культура, то есть, там сейчас рождь будет покровная культура, а редьки один, и садат, ну, все, разборит. Субтитры создавал DimaTorzok, Спасибо.